Моя задача стояла проанализировать те исследования, которые могут, скорее всего, повлиять на нашу практику или, возможно, нет. Я представляю свой взгляд на эту проблему. Этот слайд вы уже видели, Алексей Сергеевич обратил внимание, что действительно сейчас исследований про окопочки очень много, и ландшафт тех возможностей, которые мы можем применять, он расширяется с космической скоростью. Для начала бы тоже хотел сказать пару слов про адевантную терапию. Путь у этого лечения очень сложный, и я вот здесь позволил себе такую шуточную цитату, что, возможно, для нас очень важно сам процесс, как проходят эти исследования. Мы лучше начинаем стратифицировать пациентов, понимать, какие группы риска у нас есть, и таким образом, возможно, выстраивать определенную тактику. Исследования эти уже были доложены, результаты. Я только остановлюсь на самих результатах непосредственных. Чекмейт 914 НИВАИПИ в адеванте не продемонстрировал в общей популяции тех пациентов, которые были включены, никакого преимущества. Да, отдельно заслуживает внимание группа и саркоматоидного компонента, но этих пациентов в исследовании было крайне мало. Emotion 0.10 отезолизумаб в адеванте также не продемонстрировал преимущества, кроме разве что группы PDL-позитивных пациентов, но оценка PDL-экспрессии у нас не является стандартом на сегодняшний день в лечении рака почки. И на самом деле эти результаты пока что не внушают такого уж оптимизма, чтобы мы стали всех пациентов тестировать поголовно. Исследования PROSPER с интересным дизайном. Действительно хотели каким-то образом запустить иммунный ответ еще когда у нас есть непосредственно опухолевая масса, потому что, конечно, адевант, это когда у нас нет видимых опухолевых очагов, очень сложно, возможно, найти какую-то точку действия, а все-таки до. То есть в неоадеванте, возможно, будет какой-то эффект, но исследование PROSPER с неволумабом не показало, по большому счету, никаких преимуществ. Там были поданализы, связанные с оценкой биомаркеров, как отвечает непосредственно опухоль, насколько она инфильтрируется иммунными клетками, но эти результаты пока что незрелые, и, мне кажется, в практике мы их применить не можем. В исследовании Эверест с препаратами Веролимус, который как-то уже немножко отошел на вторые, а может быть даже третьи, четвертые роли в лечении почечноклечечного рака, были включены, в принципе, похожие группы пациентов. Единственное, здесь не включались пациенты, у которых был метастатический процесс, но он был радикально удален. Различий в общей популяции выживаемости безрецидивной и общей не было получено, но, да, есть некоторые сигналы о том, что Веролимус может быть эффективен, у пациентов очень высокого риска есть, но, видите, здесь данные, они очень пограничные, отношение рисков 0,79, 0,79, и различия здесь пятилетней выживаемости не столь значительные. При этом препарат Веролимус – это препарат достаточно токсичный. Ну вот исследование Кенот-564, были обновлены данные этого исследования в этом году. Здесь я на этом слайде хотелось бы обратить внимание на то, насколько нам важно все-таки выжидать результаты исследования и не воспринимать первичный анализ как истину в последней инстанции. Вот я здесь условно прочертил прямую 36 месяцев, и посмотрите, при первичном анализе кривые полностью сошлись, при обновленном анализе они уже расходятся, и, возможно, они дальше будут только еще больше расходиться, поэтому, мне кажется, у этого исследования есть определенные перспективы. Кроме того, если сравнить с исследованием Эстрак, которое было с унитенибом, вот на отметке 24 месяца Эстрак абсолютно никаких данных о том, что с унитениб может приводить к увеличению общей вживаемости, тогда как при пембролизумабе у нас уже появляются эти данные. Опять-таки, еще пока что не полностью зрелые эти цифры, и мне кажется, что дальше будут эти результаты только лучше. Мы видим, как в дальнейшем кривые начинают еще больше расходиться. Ну и, конечно, вот в основном за счет чего происходит этот выигрыш, я здесь отдельно выделил когорту пациентов с М1, которые были радикально пролечены. И все-таки за счет чего здесь у нас такой большой выигрыш? Возможно, просто мы лечим на самом-то деле, это не адювант, а это фактически как такая первая линия, это условный, очень условный адювант. Возможно, мы лечим микрометастазы. И здесь я нашел также в этом году на съезде Европейской ассоциации урологов в онкологической секции были доложены результаты такого исследования, поискового биомаркерного исследования TracerX. Там была подгруппа пациентов с почноклеточным раком, где была произведена оценка жидкостной биопсии. И вы видите, что секвенирование нового поколения обладает достаточно высокой чувствительностью в определении мутаций в циркулирующих опухолевых клетках. И причем в основном это касается пациентов с четвертой стадии заболевания. Очень идет большой переход. При первой-второй стадии они практически не определяются, при третьей стадии буквально у единичных пациенток, при четвертой стадии практически у всех пациентов уже в крови можно выделить эти патогенные мутации. И даже было показано, что изменения в титре циркулирующих опухолевых клетках позволяют предсказать радиологическое прогрессирование. И я поэтому позволил себе предложить стильным мира сего вот такой вот идеальный дизайн рандомизированного исследования по одевантной терапии. Это, возможно, нужно не только оценивать этих пациентов стандартными радиологическими методиками, но и брать у них просто анализ крови, циркулирующие ДНК. И, соответственно, либо их наблюдать, либо назначать антипедиодинотерапию. Ну вот клинический случай тоже хотел бы привести к примеру. На мой взгляд, он очень показательный. Молодой мужчина, 50 лет. В апреле 2021 года ему была сделана левосторонняя нефрактомия, опухоль Т2А0М0, ГРЭИ-4. Буквально через полгода он прогрессирует с метастазами в лимфоузлы корня левого легкого. Ему выполняется видеотракоскопическая операция по удалению этих лимфоузлов. Там доказаны метастазы почечноклечечного рака. Я очень хорошо помню эту ситуацию, когда за мной несколько раз подходил ко мне, точнее тракальный хирург, говорю, ну надо же что-то этому пациенту назначить. Ну у него же метастатический процесс, ну да, мы все удалили, но надо же что-то назначить. Я ничего не назначил, потому что на тот момент не было этих данных. Вот мы сделали этому пациенту ПЭТ-КТ, ему нельзя было сделать КТ на тот момент. У него были низкие клиренс креатинина ПЭТ-КТ, абсолютно никаких очагов. И в общем-то со спокойным сердцем мы этого пациента отпустили под динамическое наблюдение. И вот буквально через 4 месяца при очередном контроле, точнее даже по большому счету, он экстренно был госпитализирован в многопрофильный стационар в связи с развитием механической желтухи. Оказывается, что причина это в увеличенных лимфоузлах в ротах печени, по всей видимости, конечно, это было прогрессирование заболевания, ему было выполнено стентирование. Мы начали лечение неволмапским затенибом, получили уже какой-то эффект, но за это время лечения пациент уже трижды был госпитализирован с рецидивом желтухи для рестентирования. Но вот мне кажется, это как пример, как никакой другой демонстрирует, что, конечно, пациенты с метастатическим процессом, которого мы удалили, это все равно метастатический процесс, его нужно каким-то образом лечить. Ну и рекомендации НССН этого года, вы видели, здесь одевантный пембролизумаб, он уже вынесен как рекомендуемая опция. Первая линия системной терапии. У нас на сегодняшний день есть пять комбинаций, сунетинип и позапониб действительно, они уже где-то у нас остаются сзади. В этом году был получен нам результат доступный Космик 313, это тройная комбинация. Результаты, в принципе, можно назвать положительными. Тройная комбинация оказалась несколько лучше, чем Нива ИПИ, но на самом деле могу про себя сказать, что я ожидал несколько большего тройной комбинации, и на самом деле пока не могу сказать, что я всецело за использование именно этого подхода. Мы видим на иммуно-таргетных комбинациях результаты значительно более выигрышные по сравнению с этим исследованием. Хотя опять-таки здесь вы видите, что определенные подгруппы, они все-таки выигрывали. Ну и вот исследование КЛИА. Большое исследование. В этом году были обновленные данные. Они были представлены прекрасно Алексеем Сергеевичем. Позвольте мне на них не останавливаться. Опять-таки хотелось бы только отметить, что пусть вот это вот схождение кривых выживаемостей в этот период в конце этого графика не смущает. Я недаром обратил ваше внимание на дивантные исследования. При зрении этих данных, когда мы будем получать более, скажем, результаты с большим периодом наблюдения, скорее всего эти кривые разойдутся. Исследование уже на сегодняшний день позитивно, можно это в этом утверждать. И эта комбинация занимает достойнейшее место среди всех остальных. Единственное, вот вопрос для меня был поставлен, а повлияет ли это на нашу реальную, рутинную клиническую практику, результаты этого исследования, я бы сказал, что вот так уж сильно и не повлияет. Потому что у нас и до нее были в руках четыре комбинации, все они эффективны, мы ими можем пользоваться, мы их назначаем. И исследование КЛИ, оно здесь не перевернуло наш мир. Это просто дополнительная возможность, которую мы можем назначить. Ну, конечно, хочется ждать обновления наших рекомендаций отечественных, чтобы туда попали все современные лекарственные опции. Еще одно исследование, это, конечно, не третья фаза, это первая дробь, вторая исследование, рапорт. Но, на мой взгляд, очень интересная работа. Сюда включалось немного пациентов, но это именно были олигометастатические пациенты с количеством метастазов до пяти. Этим пациентам выполнялся стереотаксис на все доступные очаги и назначался пембролизумаб в восемь циклов всего. И посмотрите, какие были получены интересные данные. При медиане наблюдения два с половиной года медиана ВБП 15,6 месяцев. Ну, потрясающие данные, на мой взгляд. Частота объективного ответа 63%, полных регрессов 40%, одна двухлетняя выживаемость 90-74%, соответственно. Я здесь внизу привел результаты монотерапии пембролизумаба под кинод 427, вторая фаза. На мой взгляд, очень перспективная опция. И мне кажется, что те пациенты, которые уже у нас есть сейчас, олигометастатический процесс, вполне опция, которая может быть использована. Может быть не как в рутинной практике, но в рамках определенных возможностей. Вот как же выбрать первую линию при таком разнообразии? Было доставлено на АСКО-конгрессе исследование из реальной практики. 183 пациента, которые получали лечение в госпитале в Нью-Йорке. Различные комбинации. Сравнивалась глобальная иммуно-таргетная комбинация против двойной иммуно-онкологической комбинации. Ну и посмотрите, частота объективного ответа на первой линии и длительность лечения на первой линии в пользу иммуно-таргетной комбинации, а на второй линии уже в пользу двойной иммуно-терапии. Это лишь подтверждает тот факт, что, конечно, если нам требуется получить эффект здесь и сейчас, нужно назначать иммуно-таргетную комбинацию. Если нам этого не требуется, можем спокойно назначить Ниваипи и получить в целом те же данные по выживаемости. Что же нам делать в реальной клинической практике? Вот вопрос, влияют ли вот эти все данные, которые я показал, на нашу жизнь. И да, они влияют. Я проанализировал наш опыт Санкт-Петербургского городского клинического онкодиспансера за 2021 год. Вот посмотрите, у нас всего на консилиуме было представлено 109 пациентов, из них 50 первичных, 59 при прогрессировании. И вот что мы им назначали. Порядка 30% это были комбинированные режимы, 70% это была монотаргетная терапия. Да, конечно, это не то, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы было ровным счетом наоборот. Но вот я говорю про реальную практику, но что происходит? И я проанализировал данные 2021 года и 2022 года. И посмотрите, в 2021 году у нас иммуно-онкологические препараты именно при раке почки применялись в 238 случаях. Ну и я взял вот некий финансовый эквивалент того, что мы делаем в нашем отделении. Это заняло примерно 17% от общего финансового объема. А в 2022 году, в первом полугодии, уже 196 этих случаев. И в финансовом эквиваленте это 25%. То есть мы видим рост числа пациентов, которые в реальной практике, вот в нашем, например, онкодиспансере, мы, конечно, большой диспансер, но мы также работаем, как и все по КСГ, в системе ОМС, со всеми ее плановыми заданиями. Но тем не менее, те данные, которые мы получаем, влияют на нашу практику. Ну и на сегодняшний день у нас есть такие весы. Что же все-таки делать с пациентами? Назначать им адевантную терапию, данные исследований 3-1, пока плюс-минус, или первая линия, где все 5 исследований у нас позитивны. Ну и буквально я два слова еще о нескольких работах, которые, на мой взгляд, показались интересными. Были показаны возможности искусственного интеллекта, как он может анализировать данные КТ. Интересная работа. Очень часто, когда мы видим, например, метастатического пациента, и нам нужно решение, как мы будем лечить этого пациента, например, нам требуется биопсия. И хирурги очень часто мне задают вопрос, а зачем вам биопсия? Ну по КТ же понятно, что это рак почки. Ну назначайте какую-то лекарственную терапию. Я говорю, а откуда мы знаем, какой это рак почки? Возможно, это не светлоклеточный вариант. Возможно, что-то еще. Так вот оказалось, что искусственный интеллект на основе каких-то анализа пикселей может предсказать с вероятностью 94,3% гистологическую структуру образования в раке почки. Мне очень понравились эти данные. Мне кажется, они перспективны. Исследование Бонсай. Маленькое исследование, но очень редкий по тип. Рак из собирательных трубочек. Это всего 0,5 или 1% пациентов. Вы посмотрите, если светлоклеточный рак за последние годы у нас вот такой прогресс, то из собирательных трубочек у нас фактически не было вообще никаких позитивных исследований. Это одно из первых исследований, где Кабзотениб продемонстрировал достаточно высокую частоту объективных ответов и неплохую медиану вживаемости без прогрессирования. На мой взгляд, это исследование, которое может поменять практику. Для этих пациентов. Про исследование Неоавакс. Это неодевантная терапия, где авилумапсоксетенибом попытались использовать в Неоавадеванте. Первичная конечная точка была получить частоту объективного ответа. Здесь было получено 30%. На мой взгляд, эти данные еще пока что очень незрелые, и неодевантную терапию в рутинной практике я бы не применял. Спасибо за внимание. Продолжение следует...